Ассаляму алейкум, здравствуйте еще раз дорогие друзья, сегодня у нас очередной урок по Курану и сегодня мы, иншаллах, продолжим с вами изучать Суру Ясин, на прошлом занятии с 1 по 12 аят включительно мы с вами прошли. И сегодня я бы хотел, иншаллах, чтобы мы прошли с 13 по 19 аят включительно, то есть до 20 аята, до 20 аята. И как всегда каждый аят буду читать, объяснять какие правила есть в каждом аяте, а потом уже в конце с 13 по 19 по 3 раза каждый аят прочитаю и в самом конце один раз с 13 по 19 аят, иншаллах, прочитаю. Итак, начнем. Тринадцатый аят Аят начинается на букву Ваус с Фатхой. Ва. Далее при переходе, минуем олив, олив не надо читать, сверху подсказка есть. Далее стоит буква Додд, она твердая, с суккуном. Получается Вабд. Когда букву Додд с суккуном произносим, язык сразу не надо убрать, чтобы не было Вабы. Это не буква Дал. Если бы буква Дал была с суккуном, тогда мы ее должны были подчеркнуть, то есть Вады. А тут буква Додд, она не относится к тем пяти буквам Кал-Кала, которые надо подчеркивать. Поэтому, когда Додд с суккуном произносим, язык, еще раз хочу сказать, язык сразу не убираем. То есть Ваб-Ри-Бе. Далее стоит буква Ро с Касрой. Ро читается мягко. Ваб-Ри. Ри. Не надо Ри читать. Это ошибка. Далее стоит буква Ба с суккуном. Вот букву Ба как раз-таки надо подчеркивать и не оглушать. Для того, чтобы подчеркнуть букву Ба, как только букву Ба с суккуном произносим, язык сразу же надо убрать, точнее, губы сразу же надо открыть, чтобы было Ваб-Ри-Бе. Ваб-Ри-Бе. Обычно, когда мы букву Ба произносим, губы смыкаются. И вот для того, чтобы подчеркнуть букву Ба, губы сразу же открываем. Как только произносим. Ваб-Ри-Бе. 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 Ла-Хум. Далее стоит буква Лам с Фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. Ла. Далее стоит буква Ха-Мяхе с Даммой. На выдохе произносится буква Ла-Ху. Далее стоит буква Мим. Теперь вот здесь должен быть суккун. Но суккун почему не поставили? Здесь встретились две буквы Мим. Первая из них с суккуном, а вторая с огласовкой. В данный момент эта буква Мим с огласовкой Фатха. Здесь правило Идгам Мифлайн. Это означает, что встретились две аналогичные буквы. Поэтому первая буква, она сливается со второй. То есть здесь не надо читать раздельно. Не надо читать Ла-Хум Ма-Салан. И вот, чтобы мы вот так не прочитали, суккун первой буквой Мим убрали и над второй буквой Мим поставили Ташдид. Грубо говоря, как будто после буквы Ха с Даммой надо читать вот вторую букву Мим, удерживая. То есть Ла-Хум Ма-Салан. То есть первая буква Мим сливается, так сказать, со второй буквой Мим. Это Идгам Мифлайн, еще раз говорю. Ла-Хум Ма-Салан. Теперь после буквы Мим с Фатха и сеть буква Са. Она межзубная, ее надо правильно произносить. Ма-Са-Лан. Далее сеть буква Лам и Танвин Фатха, то есть Ан. Здесь Танвин Фатха, точнее, приобретает оттенок Я, Ма-Са-Лан. И Танвин Фатху читаем четко. Во-первых, смотрим, что уже подсказка есть, что Танвин надо читать четко. То есть края Танвина ровные. Это правило Изгар, так как следующая буква после Танвина Фатхи, это Алиф с Хамзой. Следующая буква не это буква Алиф. Это Алиф не берется в расчет, потому что Алиф не читается. Следующая буква, это буква Алиф с Хамзой. Это Изгар. Получается, Танвин надо читать четко. Ма-Са-Лан. Ма-Са-Лан. А-С-Ха-Бал. Здесь Фатху произносим как мягкий звук А. Далее сеть буква Сад, она твердая, с суккуном. Получается АС. А-С. Далее сеть буква Ха, гортанная, с Фатхой. Фатху тянем два раза за счет подсказки прямой палочки. Это Мат-Тоби-И. И получается А-С-Ха. А-С-Ха. Далее сеть буква БА с Фатхой. Фатху не тянем. И переходим к следующему слову. А-С-Ха-Бал-Кор-Я-Ти. А-С-Ха-Бал-Кор-Я-Ти. Теперь при переходе минуем Алиф. Алиф не надо читать, сверху подсказка есть. Буква ЛАМ читается, так как суккун мы видим сверху. Это означает, что следующая буква, в данный момент буква КАФ, она лунная буква. Теперь, когда букву ЛАМ с суккуном произносим, язык сразу не надо убирать, чтобы не было А-С-Ха-Бал-Кор-Я-Ти. Не А-С-Ха-Бал-ЛА. Здесь при звуке не должно быть над буквой ЛАМ. Надо читать А-С-Ха-Бал-Кор-Я-Ти. А-С-Ха-Бал-Кор-Я-Ти. Здесь буква КАФ, она твердая, соответственно, Фатха приобретает оттенок О. КА. Далее сеть буква РА с суккуном. Теперь, так как буква РА с суккуном, а передняя Фатха, Фатха приобретает оттенок, прошу прощения, буква РА читается твердо. Как я уже сказал, здесь Фатха приобретает оттенок О. Здесь буква Я с Фатхой, дали сеть буква ТАМАРБУТА с КАСРАЙ. КАСРУ не тянем и идем дальше, то есть А-С-Ха-Бал-Кор-Я-Ти-ИЗ. Здесь КАСРУ, который под Алифом и Хамзой. КАСРУ произносим как мягкий звук И. Далее сеть буква ЗАЛЬ, она межзубная, ее надо правильно произносить с суккуном. ИЗ. ИЗ, это отдельное слово. ИЗ. Далее ДжАААХАЛЬ. Вот это ДжАААХА, это одно слово. Теперь в одном слове мы видим, что после Алифа стоит Хамза. Это правило МАДМУТТАСИЛЬ. Поэтому ФАТХУ надо тянуть 4 раза. Вот ВОЛНИСТИЙ ЗНАК говорит о том, что ФАТХУ надо тянуть дольше обычного. Обычно, если мы тянем 2 раза, тут надо тянуть 4 раза. Это МАДМУТТАСИЛЬ, еще раз повторюсь. Получается ДжАААХАЛЬ. Теперь здесь ФАТХУ, который над Хамзой, просто произносим как мягкий звук А. Джа-а Дальше букву ха Она мягкая, на выдохе произносится Джа-а-хал Теперь, если бы мы Не перешли к следующему слову Тогда фатху надо было тянуть За счет алифа без огласовок И было бы мат-таби-и То есть надо было читать Джа-а-ха Но, так как мы переходим к следующему слову Соответственно, фатху не тянем И здесь никакого мадда не будет Надо читать Джа-а-хал Джа-а-хал Теперь, при переходе минуем алиф Алиф не надо читать, сверху подсказка есть Лам читается Это означает, что следующая буква Это буква мим, она лунная буква Теперь, когда букву лам произносим с суконом Язык сразу не надо убирать Чтобы не было Джа-а-хал Призвука здесь не должно быть Надо читать Ид-джа-а-хал Мур-салун Теперь, после буквы лам Сает буква мим С даммой Му Далее сает буква ра с суконом Так как буква ра с суконом А перед ней дамма Ра читается твердо То есть Мур Не надо мур Не надо мягко читать Мур Далее сает буква син С фатхой Мур-са Далее сает буква лам С даммой Так как буква лам Она мягкая Дамма приобретает оттенок ю Мур-са-лю И эту дамму В случае остановки в конце аята Мы имеем право тянуть 4 раза И будет мад-а-рид То есть Но если вы решили не останавливаться в конце аята И продолжить Тогда вы дамму тянете только 2 раза За счет буквы вау без голосовок Будет мад-таби'и Тут букву нун с фатхой произносите Фатху не тянете И идете дальше То есть И так далее Но лучше останавливаться Теперь 14 аят Вот пробегитесь Посмотрите Что аят длинный Ни одной остановки нет до конца аята Поэтому максимально надо набрать воздуха Чтобы его хватило до конца аята Потом только читать Идз арсэлна Илайхим Утнэйни Факавзэбув Ума Факавзэзэзна Бифалив Аят начинается на букву Алиф с Хамзой и Касрой Касру произносим в как мягкий звук И Дальше из-за буки Она межзубная. Её надо правильно произносить. С скукуном. Ид. Ид. Далее сайт бука элиф с хамзой и фатхой. Фатху произносим как мягкий язык. Далее сайт бука ро с суккуном. Теперь, так как буква ро с суккуном опереденные и фатха, ро читается твёрдо. Не надо мягко читать. Далее сайт бука син с фатхой. Ар са. Далее сайт бука лам с суккуном. Сал. Буква лам читается мягко. Когда букву лям с суконом произносим, язык сразу не надо убрать, чтобы не было ар-сал-на. Не ар-сал-на. Призвука не должно быть. Ар-сал-на. Теперь далее сеть буквы нун с фатхой. Здесь видим, что над олифом садится волнистый знак. Волнистый знак говорит о том, что фатху надо тянуть дольше обычного. Обычно, если мы тянем два раза, тут надо желательно тянуть шесть раз. Так как слово ар-сал-на заканчивается на олиф без огласовки, а слово илай-химу начинается на олиф с хамзой, это правило мадмун фасиль. Поэтому читаем вот так. Ар-сал-на-илай-химу. Теперь здесь кастру произносим как мягкий звук и. Далее сеть буквы лям с фатха, и фатха приобретает оттенок я. И-ля. Далее сеть буквы я с суконом. И-ля-и. Далее сеть буквы ха мягкой на выдохе произносится с кастрой. И-ля-и-хи. Далее сеть буквы мим с даммой. И-ля-и-химу. И теперь при переходе к следующему слову олиф не читаем. Сверху подсказка, что не надо читать. Далее сеть буквы ха межзубная с суконом. Получается и-ля-и-химу-с. Далее сеть буквы нун с фатхой. Потом буква я с суконом. И нун с кастрой. Кастру не тянем и идем дальше. Получается и-ля-и-и-химу-с. Здесь буква фа с фатхой. Потом каф мягкая с фатхой. Фатха приобретает лёхый оттенок я. Фа-ка. Фа-ка. Далее сеть буква дзал. Она межзубная. Её надо правильно произносить. Она здесь с тачдидом. То есть две такие буквы с фатхой. Фа-ка-з-за. Фа-ка-з-за. Далее сеть буква бас с даммой. Даму тянем два раза за счет буква вау без огласовок. Это мат-таби-и. Фа-ка-з-за-бу. Фа-ка-з-за-бу. Далее сеть буква ха мягкая на выдохе произносится с даммой. Фа-ка-з-за-бу-ху. Далее сеть буква мимс. Фатха и фатху тянем два раза за счет алифа без огласовок. Это мат-таби-и. И получается, фа-каз-забу-хума, фа-каз-забу-хума, фа-каз-забу-хума. Далее сайт-буква фа с фатхой, фа, далее сайт-буква айн, гортанная с фатхой, фатху произносим как гортанный звук а, фа-а, фа-а. Далее сайт-буква за, она обычная, не межзубная, я имею ввиду, с ташдидом. Получается, фа-каз-забу-хума, 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 фа-каз-забу Далее сеть буква БА с касрой БИ. Далее сеть буква ТА межзубная с ФАТХА. И ФАТХУ тянем два раза за счет АЛИФА без огласовок. Это МАТТОБИИ. Далее сеть буква ЛАМ мягкая с касрой БИТАЛИ. Далее сеть буква ТА межзубная с ТАНВИНом касра, то есть ИН. Но видим, что края ТАНВИНа неровные. Это говорит уже о том, что БИТАЛИ СИН. Никак не может быть. То есть ТАНВИН не надо читать четко. Смотрим на следующую букву. Следующая буква это буква ФА. Это парало ИХФА. Соответственно ТАНВИН касру произносим скрыто, удерживая через нос. То есть вот так. Теперь здесь буква ФА с ФАТХА и потом КОФ с ФАТХА. ФАТХА приобретает оттенок О, ФАКО. Плюс ФАТХА тянем два раза за счет буквы АЛЬФ без огласовок. Это МАТТОБИИ. Получается ФАКО, ФАКО. Далее сеть буква ЛАМ с ДАММой. ДАММА приобретает оттенок Ю, так как буква ЛАМ она мягкая. Теперь над буквой ВАУ стоит волнистый знак. Валнистый знак говорит о том, что эту ДАММу надо тянуть дольше обычного. Обычно если мы тянем два раза, тут надо тянуть шесть раз. Здесь хочу сказать, что на этот ОЛИФ не надо обращать внимания. Вот этот значок говорит о том, что на ОЛИФ не надо обращать внимания. Обращаю ваше внимание на то, что это не СУКУН. СУКУН у нас ставится вот таким образом. Этот знак говорит о том, что, еще раз повторюсь, на ОЛИФ не надо обращать внимания. Но ОЛИФ надо писать. То есть правописание требует, чтобы мы ОЛИФ писали. Но ОЛИФ в данный момент никакой роли, кроме, как сказать, правописания, никакой роли не играет. Теперь слово ФАКОЛУ заканчивается на ВАУ, без огласовок. А слово ИННА начинается на ОЛИФ с ХАМЗАЙ. Это МАДМУН ФАСИЛЬ. Поэтому желательно вот эту ДАММу тянуть шесть раз. Получается ФАКОЛУ ИННА. Теперь здесь КАСРУ произносим как МАХИЗУК ИИ. Дальше это буква НУН. Она удваивается. Ее надо читать, удерживая. Теперь эту ФАТХУ тоже тянем шесть раз. Так как слово ИННА заканчивается на ОЛИФ без огласовки, а слово ИЛАЙКУМ начинается на ОЛИФ с ХАМЗАЙ. Это тоже МАДМУН ФАСИЛЬ. Получается и тут МАДМУН ФАСИЛЬ, и тут МАДМУН ФАСИЛЬ. То есть тут ДАММУ тянем шесть раз, тут ФАТХУ тянем шесть раз. Получается ФАКОЛУ ИННА ИЛАЙКУМ. Вот так. Теперь здесь КАСРУ произносим как МАХИЗУК ИИ. Далее сеть бука ЛАМС ФАТХА. И ФАТХА приобретает оттенок Я и ЛА. Далее сеть бука Я с СУКУНом ИЛАЙИ. Далее сеть бука КАФ МАХИЗ ДАММАЙ ИЛАЙКУ. И здесь буква МИМ. И здесь, вот как вот здесь было. Это ИДГАМ МИФЛАЙН. То есть опять встретились две буквы МИМ. Первая из них должна быть СУКУНом. Но СУКУН убрали. Получается, первая буква МИМ, она сливается со второй. Поэтому вторая буква МИМ, она удваивается. Ее надо читать удерживая. ИЛАЙКУМ МУРСАЛУН. Здесь буква РОС СУКУНом. Так как буква РОС СУКУНом, а передней ДАМА, РОС читается твердо. МУРСАЛУН. Здесь буква СИН, она мягкая с ФАТХА. Здесь буква ЛЯМ с ДАММой. ДАММА приобретает оттенок Ю, так как у нас буква ЛЯМ, она мягкая. И в случае, если мы в конце аята остановимся, тогда эту ДАММу мы имеем право тянуть четыре раза и будет МАДАРИТ. То есть МУРСАЛУН. Но если вы решили не останавливаться в конце аята и продолжить, как вот здесь было, ДАММу вы тянете только два раза за счет БУКИВАУБИЗА ГЛОСОГУБУДИН МАДТАБИИ. Здесь НУН с ФАТХАЙ произносите, ФАТХУ не тянете и идете дальше. То есть МУРСАЛУН, НАКОЛУН и так далее. Но лучше останавливаться. Теперь возвращаюсь к 14 аяту, хоть мы его закончили. Хочу сказать, скорее всего, не у каждого из нас воздуха хватит до конца аята. Поэтому вы можете сделать вынужденную остановку. Раз. Во-вторых, вот здесь, обратите внимание, в этом аяте три МАДДАМУН ФАСЫЛ. Вот здесь. МАДДАМУН ФАСЫЛ, по идее, вы имеете право тянуть его либо два раза, либо шесть раз. Вот в этом аяте вы имеете право все три МАДДАМУН ФАСЫЛ тянуть два раза. Тогда еще больше вероятность, что у вас хватит воздуха до конца аята. Но я хочу сказать, что правило МАДДМУН ФАСЫЛ гласит следующим образом. Если вы первый МАДДМУН ФАСЫЛ, вот здесь, в этом аяте, первый МАДДМУН ФАСЫЛ, вот АРУСАЛЬ НА ИЛЯЙХИМ, вот здесь. Если вы первый МАДДМУН ФАСЫЛ тянули два раза, дальше в этом аяте, дальше, если еще встретится МАДДМУН ФАСЫЛ в этом аяте, вы должны их тянуть только два раза. А если вы первый МАДДМУН ФАСЫЛ протянули шесть раз, тогда другие МАДДМУН ФАСЫЛ в этом аяте, вы должны тянуть шесть раз. Это касается нескольких МАДДМУН ФАСЫЛ в одном аяте, повторюсь. Еще раз, если вы первый МАДМУН ФАСЫЛ в одном аяте тянули два раза, если в этом аяте еще МАДМУН ФАСЫЛ встретится, тогда следующий МАДМУН ФАСЫЛ вы должны тянуть два раза. А если первый мадмунфасиль вытянули 6 раз, другие тоже надо тянуть 6 раз. Поэтому сейчас протягивая 3 мадмунфасиль по 2 раза, еще раз прочитаю вот этот аят, чтобы вы обратили внимание. То есть вы и так можете читать, это тоже не будет ошибка. Но я везде тянул первый раз по 6 раз, так, на мой взгляд, так красивее будет и так лучше. Так, дальше идем теперь, 15 аят. 15 аят тоже пробегитесь, прежде чем прочитать, и посмотрите, что он ни одной остановки нет. Аят тоже не маленький. Поэтому опять по максимуму набираем воздуха, чтобы его нам хватило до конца этого аята. Ой, прошу прощения, здесь мадтаби, а я уже дольше протянул. Еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok. Аят начинается на букву Qaf. Твердая буква Qaf с Фатхой. Фатха приобретает оттенок O. Плюс Фатху тянем 2 раза за счет алифа без огласовок. Это мадтаби. И получается Qa. Далее сеть буква Lams, даммой. Дамму тянем 2 раза за счет буквы Qa без огласовок. Это мадтаби. Qa-lu. То есть, в этом слове два мадта таби. Тут и тут. Qa-lu. На алиф опять не обращаем внимания, как я вот здесь объяснил. Qa-lu. Дальше идем. Буква Mim, с Фатхой, Фатху тянем. Желательно 6 раз. Так как слово Ма заканчивается на алиф без огласовки. А слово Антум начинается на алиф с Хамзой. Это мадмунфасыль. Поэтому читаем Qa-lu-ma-an-tum. Теперь здесь Фатху произносим, как мягкий язык А. Дали сеть буква Нун. Теперь здесь должен быть сукун, но сукун убрали. Отсутствие сукуна говорит о том, что букву Нун не надо читать четко. Смотрим на следующую букву. Это буква Та. Это правило Ихфа. Соответственно, Нун надо читать скрыто, удерживая через нос. То есть вот так. Антум. Здесь буква Та, она мягкая с дамой, потом буква Мим с сукуном. Теперь наличие сукуна над буквой Мим говорит о том, что букву Мим надо читать четко. Смотрим на следующую букву. Это буква Алиф с Хамзой. Это правило Изхар Шафауя. То есть Мим читаем четко. Антум. Теперь здесь касру произносим как мягкий язык И. Антум. Илла. Здесь И. Далее сайт буква Лам. Она удваивается. Фатха приобретает оттенок Я. И плюс Фатху тянем два раза за счет Алифа без огласовок. Это Маттоби И. И получается Антум. Илла. Далее сайт буква Ба с Фатхой. Ба. Далее сайт буква Шин с Фатхой. Ба. Ша. Далее сайт буква Ро с Танвином Дамма. Рун. Но мы видим, что две дамы стоят одинаково. Это говорит о том, что здесь никак нельзя читать Баша Рун. То есть в конце Н не может быть. Смотрим на следующую букву. Это буква Мим. Это правило Идгам с Рун. Соответственно, Танвин превращается в букву Мим. То есть звук Н превращается в М. Поэтому она удваивается. Эта буква Мим удваивается. Ее надо читать удерживая. То есть вот так. Ба. Ша. Рун. Мит. Сама буква Ро читается твердо. Ба. Ша. Рун. Мит. Теперь после удвоенной буквой Мим сайт буква Та. Она межзубная. Ее надо правильно прочитать. Ба. Ша. Рун. Мит. Далее сайт буква Лам с Даммой. Дамма приобретает легкий оттенок Ю. Так как буква Лам у нас мягкая. Мит. Лу. Мит. Лу. Не надо читать мит. Лу. Это ошибка. Мит. Лу. Далее сайт буква Нун с Фатхой. Фатху тянем два раза за счет алифа без огласовок. Это мат. Тоби. Мит. Лу. Мит. Лу. Мит. Теперь. Далее сайт буква Ва с Фатхой. Ва. Далее сайт буква Мим с Фатхой. Здесь Фатху тянем шесть раз. Так как слово Ма заканчивается на алиф без огласовки. А тут слово Анзалер начинается на алиф с Хамзой. Это Мадмун фасил. Как вот здесь было. Ма. Анзалер. Теперь здесь Фатху произносим как мягкий звук А. Далее сайт буква Нун. Но опять не видим Сукун. Как вот не видели вот здесь. Это то же самое правило. Это Ихва. То есть Нун читаем скрыто, удерживая через нос. Так как следующая буква это буква ЗА. Это Ихва. Еще раз повторюсь. Получается надо читать Анзалер. Теперь. После буквы Нун стоит буква ЗА. Она обычная. Не межзубная. С Фатхой. Далее сайт буква Лям. С Фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. Фатху не тянем. И переходим к следующему слову. Теперь при переходе. Алиф не надо читать. Сверху подсказка есть. Лям тоже не читается. Это означает, что следующая буква. В данный момент буква Ро. Она солнечная буква. Теперь. За счет того, что мы букву Лям не прочитали. Буква Ро. Она удваивается. А голосовка у буквы Ро. Это Фатха. Фатха приобретает оттенок О. Сама буква Ро читается твердо. Далее сайт буква Ха. Гартанная с суконом. Потом буква Мим с Фатхой. Фатха приобретает. Фатха. Прошу прощения. Фатху тянем два раза. За счет подсказки прямой палочки. Тама таби'и. Далее сайт буква Нум с Дамой. Даму не тянем. И идем дальше. И получается. Теперь дали сайт буква Мим с Касрой. Ми. Теперь здесь буква Нум. И опять сукона нет. Это здесь то же самое правило. То есть Ихва. Так как после буквы Нум сайт буква Щин. Это Ихва. То есть Нум опять читаем скрыто. Удерживая через нос. То есть вот так. Теперь буква Щин с Фатхой. Ша. Далее сайт буква Я с Сукуном. Шаи. Шаи. Здесь Хамза и Танвин Касра. Края Танвина ровные. Это говорит о том, что Танвин читается четко. Смотрим на следующую букву. Это Алиф с Хамзой. Это правило Их Изгар. Получается Шаи Ин. Здесь еще раз хочу сказать, что там, где мы видим Хамзу, просто читаем огласовку. Здесь читаем Ин. Шаи Ин. Шаи Ин Ин Ангтун. Шаи Ин Ин получается. Здесь Касру произносим как мягкий язык И. Далее сайт буква Нун. А теперь Сукун есть. Обратите внимание, вот здесь Мин, когда было Сукуна, не было. А тут есть. Я вам говорил, что когда отсутствует Сукун, это говорит о том, что Нун нельзя читать четко. А когда Сукун присутствует, прошу прощения, уже Нун читаем четко. Здесь правило Изгар. Так как после Нун стоит Алиф с Хамзой. Ин Ангтун. И тут Изгар, и тут Изгар. Мы тут Танвин читали четко, а тут Нун читаем четко. То есть Шаи Ин Ин. Здесь Фатху произносим как мягкий язык А. Далее сайт буква Нун, а тут уже Сукуна опять нет. Отсутствие Сукуна говорит о том, что Нун нельзя читать четко. То есть не может быть Антун. Смотрим на следующую букву. Это буква Та. Это правило Ихфа. Прошу прощения, Ихфа. То есть Нун читаем скрыто, удерживая через нос. То есть вот так. Теперь буква Та мягкая с Даммай. И буква Мим с Сукуном. Теперь наличие Сукуна над буквой Мим говорит о том, что букву Мим надо читать четко. Это Изгар Шафауи. Так как следующая буква это Алиф с Хамзой. Теперь здесь Касру произносим как мягкий язык И. Далее сеть буква Лам, она удваивается. Фатха приобретает оттенок Я. Плюс Фатху тянем два раза за счет Алифа без огласовок. Это Маттоби'и. И получается Ил-Ла. Ил-Ла. Далее сеть буква Та мягкая с Фатхой. Потом сеть буква Каф мягкая с Сукуном. Так. Так. Далее сеть буква Дал, она межзубная с Касрой. Так. Далее сеть буква Бас Даммай. И в случае остановки в конце аята Дамму тянем четыре раза. Это будет Мад'арид. И получается Так-Зибуун. Но если вы решили не останавливаться в конце аята, а продолжить, тогда вы Дамму тянете только два раза за счет буквы Вау. Без огласовок будет Маттоби'и. Тут Буку Нун с Фатхой произносите. Не тянете. И идете дальше. И получается Ил-Ла. Так-Зибууна. И так далее. Но лучше останавливаться. Теперь 16 аят. Этот аят покороче. Поэтому я думаю, что все равно по максимуму воздух набираем. И я думаю, что воздуха нам хватает до конца этого аята. Аят начинается на букву Каф, как вот здесь было. Ка, то есть Фатха приобретает оттенок О, плюс Фатху тянем 2 раза за счет олифа без огласовок. Это маттаби'и. Далее садь буква Лямс, дама. Дама приобретает легкий оттенок Ю. Плюс даму тянем 2 раза за счет олифа без огласовок. Это тоже маттаби'и. И получается Ка-Лу. Далее сеть буква Ро с Фатхой. Фатха приобретает оттенок О. Далее сеть буква Ба. Она удваивается с даммой Роббу. Далее сеть буква Нун с Фатхой. Фатху тянем два раза за счет Алифа без огласовок. Это матоби'и. Роббуна. Далее сеть буква Я. Это матоби'и, как я уже сказал. Далее сеть буква Я с Фатхой. Потом буква Айн с Сукуном. Получается Я. Далее сеть буква Лам с Фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. Далее сеть буква Мим с даммой. Дамму не тянем и идем дальше. Получается Я. Ламу Инна. Я. Ламу Инна. Здесь Касру произносим как мягкий звук И. Далее сеть буква Нун. Она удваивается. Ее надо читать удерживая. Плюс Фатху тянем шесть раз. Так как слово Инна заканчивается на Алиф без огласовки. А слово ИЛАЙКУМ начинается на Алиф с Хамзой. Это МАДМУН ФАСИЛ. Поэтому волнести знак говорит о том, что Фатху тянем дольше обычного. Обычно если мы тянем два раза, тут надо тянуть шесть раз. И получается Инна ИЛАЙКУМ. Здесь Касру произносим как мягкий звук И. Далее сеть буква Лам с Фатха и Фатха приобретает оттенок Я и ЛА. Далее сеть буквой Я с СУКУНом. ИЛАЙИ. Далее сеть буква КАФ мягкая с Даммой. ИЛАЙКУ. И буква МИМ с СУКУНом. Опять наличие СУКУНа над буквой МИМ, как вот здесь было, говорит о том, что МИМ читаем четко. Это правило из Харшафауя, так как следующая буква это буква ЛАМ. ИЛАЙКУМ ЛАМУРСАЛУН. Здесь буква ЛАМ с Фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. И Фатху ни в коем случае не тянем, а то смысл будет искажаться полностью. ЛАМУРСАЛУН. Далее сеть буквой МИМ с Даммой. ЛАМУ. Далее сеть буквой РО с СУКУНом. Теперь буква РО с СУКУНом передней Дамма. РО читается твердо. ЛАМУР. ЛАМУР. Не надо ЛАМУР. Не надо мягко читать. ЛАМУР. Далее сеть буквой СИН с Фатхой. ЛАМУРСА. Далее сеть буквой ЛАМ с Даммой. Дама приобретает легкий оттенок Ю. И в случае остановки Дамму мы имеем право тянуть 4 раза. Будет МАДАРИБ. Получается ЛАМУРСАЛУН. Но если вы решили не останавливаться в конце аята, тогда вы Дамму тянете только 2 раза за счет буквы ВАБИ за гласок. Это будет МАДТОБИИ. Здесь НУН с Фатхой произносите. Фатху не тянете и идет и дальше. Получается ЛАМУРСАЛУНА ВАМА. И так далее. Но лучше останавливаться. Теперь 17 аят. Он еще короче. Но все равно наберите воздуха, чтобы его хватило до конца аята. Аят начинается на букву ВАУ с Фатхой. ВА. Далее сайт буквы МИМ с Фатхой. Фатху тянем 2 раза за счет алифа без гласок. Это МАДТОБИИ. И получается ВАМА. ВАМА. Далее сайт буквы АЙН. ГАРТАННОЙ С Фатхой. Фатху произносим как ГАРТАННЫЙ ЗВУК АА. Далее сайт буквы ЛАМ с Фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. АЛА. Далее сайт буквы Я СУКУНАМ. АЛАЙ. Далее сайт буквы НУН с Фатхой. И Фатху здесь надо тянуть 6 раз. Так как слово АЛАЙНА заканчивается на алиф без гласок. А слово ИЛЛА начинается на алиф. С ХАМЗАЙ это МАДАМУН ФАСИЛ. Как вот здесь было. Получается. АЛАЙНА ИЛЛАЛ. Теперь здесь КАСРУ произносим как МАХИЗУК ИИ. Далее сайт буквы ЛАМ с Фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. Теперь. Если бы мы не перешли к следующему слову. Эту Фатху надо было тянуть за счет алифа без гласок. И было бы МАТТОБИИ. То есть надо было читать ИЛЛА. Но так как мы переходим к следующему слову. Здесь Фатху не тянем. Соответственно здесь никакого МАДА не будет. Теперь при переходе алиф не надо читать. Сверху подсказка есть. ЛАМ читается. Это означает, что следующая буква. Это буква БА. Она лунная. Теперь когда букву ЛАМ с УКУНом произносим. Язык сразу не надо убрать. Чтобы не было ИЛЛАЛА. Не ИЛЛАЛА. То есть здесь призвука не должно быть. Надо читать ИЛЛАЛ БАЛАГУЛЬ. ИЛЛАЛ БАЛАГУЛЬ. Здесь буква БА с Фатхой. Далее сайт буквы ЛАМ с Фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. Плюс Фатху тянем два раза. За счет подсказки прямой палочки. Это МАТТОБИИ. Получается ИЛЛАЛ БАЛА. Далее сайт буквы ГАЙН. Твердой с даммой. И теперь здесь переходим. При переходе опять Алиф не надо читать. Опять ЛАМ здесь читаем. Так как СУКУН есть. И это говорит о том, что следующая буква. Это буква МИМ. Она лунная буква. Теперь здесь, когда букву ЛАМ с СУКУНом произносим. Также язык сразу не убираем. Чтобы не было ИЛЛАЛ БАЛАГУЛЬ. Здесь призвука не должно быть. Поэтому, когда ЛАМ произносим. Язык немножко держим там. И надо читать ИЛЛАЛ БАЛАГУЛЬ. ИЛЛАГУЛЬ. МУБИН. Здесь буква МИМ с ДАММАЙ. МУ. Далее сайт буква БАС. КАСРАЙ. И в случае остановки в конце аята. КАСРУ надо тянуть 4 раза. Будет МАДАРИД. И получается МУБИН. Но если вы решили не останавливаться в конце аята. Тогда вы КАСРУ тянете только 2 раза. За счет буквы Я без огласок. Будет МАТТОБИАИ. Тут букву НУН с ДАММАЙ произносите. ДАММУ не тянете. И продолжаете. То есть ИЛЛАЛ БАЛАГУЛЬ. МУБИНУ. КАЛУ. И так далее. Но лучше останавливаться. Теперь 18 аят. Смотрим. Он длинный. Но здесь есть одна остановка. Что нам облегчает чтение. Поэтому я здесь остановлюсь. А потом уже после паузы продолжу до конца аята. ИншААЛЛА. КАЛУ ИННА ТАТОЙЙРНА БИКУМ ЛАИЛЛЛАМ ТАНТАХУЛА НАРЖУМАННАКУМ ВАЛАЯМАССАННАКУМ МИННА АЗАБУН АЛИМ Аят начинается на букву КАФС ФАТХА. ФАТХА приобретает оттенок О. Плюс ФАТХУ тянем 2 раза за счет алифа без огласовок. Это МАТТОБИИ. Далее стоит букву ЛАМС ДАММА. И дама приобретает легкий оттенок Ю. КАЛУ. И даму надо тянуть 6 раз. Так как слово КАЛУ заканчивается на букву ВАУ без огласовок. А слово ИННА начинается на алиф с ХАМЗАЙ. На этот алиф не обращаем внимания. Здесь правило МАДМУН ФАСИЛ. Поэтому даму, еще раз повторюсь, желательно тянуть 6 раз. То есть КАЛУ. Здесь теперь КАСРУ произносим как мягкий звук И. Далее стоит букву НУН. Она удваивается. Соответственно, букву НУН надо читать удерживая. Плюс ФАТХУ тянем 2 раза за счет буквы ВАУ без огласовок. Это МАТТОБИИ. ИННА. ИННА. Далее стоит букву ТА мягкая с ФАТХАЙ. ТА. Далее стоит букву ТА твердая с ФАТХАЙ. Здесь ФАТХА приобретает оттенок О. ТА-ТО. ТА-ТО. Теперь, когда слушатель слушает вас, он должен понять, что когда вы произносите слово ТА-ТОЙ-ЯРНО, он должен понять, что вы вот вначале произнесли разные буквы ТА. То есть первая она мягкая. ТА. Далее стоит твердая. ТА. ТА-ТО. 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 ТА-ТОЙ-ЯР. Далее стоит букву Я, она удваивается с ФАТХАЙ. ТА-ТОЙ-Я. ТА-ТОЙ-Я. Далее стоит букву РО СУКУНОМ. Так как буква РО СУКУНОМ передней ФАТХА, РО читается твердо. ТА-ТОЙ-ЯР. 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 Далее стоит букву НУНС ФАТХАЙ. И ФАТХУ тянем два раза за счет Алифа без огласовок. Это МАТ-ТОБИИ. Получается ТА-ТОЙ-ЯРНО. 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 Далее стоит букву БАС КАСРАЙ. БИ. Далее стоит букву КАФ МЕХКЕС ДАММАИ. БИ КУ. И буква МИМ СУКУНОМ. БИ КУМ. И здесь я сделал паузу. Хотя вот этот значок, это говорит о том, что можно останавливаться, но желательно продолжить. Но мы, так как с вами еще новички, нам лучше останавливаться. БИ КУМ. Вот. То, что мы остановились, мы не совершили никакого греха. Поэтому не бойтесь тут. Лучше останавливаться. Но, если вы решили продолжить, все равно вы читаете букву МИМ четко и продолжаете. То есть БИ КУМ ЛА ИЛЛАМ и так далее. То есть то же самое без остановки. Но лучше останавливаться и читать БИ КУМ. Теперь сделали паузу. Набирайте воздух и продолжайте до конца аята. Теперь дали сайт-бука ЛАМС, ФАТХА. И ФАТХА приобретает оттенок Я. ФАТХУ ни в коем случае не тянем. ЛА. Дали стоит ХАМЗА. Там, где мы видим ХАМЗУ, как я уже много раз говорил, читаем просто оголосовку. В данный момент просто КАСРУ произносим. ЛА И. ЛА И. ЛА И. Дали сайт-бука НУН, но СУКУНА нет. По идее должен быть СУКУН, но СУКУН убрали. Это говорит о том, что нельзя читать ЛА ИН. Смотрим на следующую букву. Это буква ЛАМ. Это правило ИДГАМ без ГУНЫ. То есть буква НУН превращается в буква ЛАМ. Поэтому буква ЛАМ удваивается. ЛА ИЛЛАМ. ЛА ИЛЛАМ. Не ЛА ИНЛАМ. А надо ЛА ИЛЛАМ. ЛА ИЛЛАМ. Здесь буква ЛАМ удваивается. ФАТХА приобретает оттенок Я. Далее сайт-бука МИМ СУКУНА. Наличие СУКУНА говорит о том, что МИМ читаем четко. Это правило ИЗХАР ШАФАУЯ. Так как следующая буква это буква ТА. Получается ЛА ИЛЛАМ. ЛА ИЛЛАМ ТАНТАХУ. Здесь буква ТА. Она мягкая с ФАТХАЙ. ТА. Далее сайт-бука НУН. Опять СУКУНА нет. Отсутствие СУКУНА говорит о том, что НУН нельзя читать четко. Прошу прощения. Смотрим на следующую букву. Следующая буква это буква ТА. Это правило ИХАР. То есть НУН надо читать скрыто, удерживая через нос. То есть вот так. Здесь буква Та, она мягкая с фатхой. Далее сеть буква Ха, мягкая на выдохе, произносится с даммой. Даму тянем два раза за счет буквы Вау, без огласовок. Это матоби И, и получается Здесь на олив не обращаем внимания. Знак есть сверху. Далее сеть буква Лам с фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. Фатху ни в коем случае не надо тянуть. Далее сеть буква Нун с фатхой. Буква Ра с укуном. Теперь буква Ра с укуном, а передняя фатха Ра читается твердо. Получается Ля Нар. Ля Нар. Ля Нар. Но это одно слово. Далее сеть буква Джим с даммой. Ля Нар Джу. Далее сеть буква Мим с фатхой. Ля Нар Джу Ма. Далее сеть буква Нун, она удваивается с фатхой. Здесь букву «нун» надо читать удерживая. Далее стоит буква «кав мягкая с даммой» и буква «мим с суконом». Наличие сукона над буквой «мим» говорит о том, что букву «мим» надо читать четко. Это правило из «харшафауя», так как следующая буква – это буква «вау». Получается «Ла наржуманна кум». Далее стоит буква «вау с фатхой». Далее стоит буква «лам» с фатхой «фатху не тянем». Фатха приобретает оттенок «я». Далее стоит буква «я» с фатхой «валая». Далее стоит буква «мим» с фатхой «валаяма». Далее стоит буква «син» она удваивается с фатхой «валаямасса». Далее стоит буква «нун» она тоже удваивается и букву «нун» надо читать удерживая «фатху не тянем». То есть здесь ни один звук еще не тянется. Если медленно читать. Далее сеть буква каф, мягкая с дамой. И здесь буква мим, но уже сукона нет, как вот здесь было. Смотрим на следующую букву, это буква мим. Это идгам мислянь, то есть встретились две буквы мим, поэтому их надо читать слитно, нераздельно. Как будто после кафа читаем вот эту букву мим, удвоенную, удерживая. Здесь после удвоенной буквы мим стоит удвоенная буква нун. Ее тоже надо читать, удерживая. Плюс фатху тянем два раза за счет алифа без огласовок. Это маттаби'и. И получается. Далее сеть буква айн, гортанная с фатхой. Фатху произносим как гортанный звук а. Далее сеть буква дзал, она межзубная с фатхой. Тянем два раза за счет алифа без огласовок. Это маттаби'и. И получается азэ, азэ, дали сеть буква ба и танвин дамма. И теперь обратите внимание, что до этого у нас танвин дамма был. Так, чтобы долго сейчас не искать. А, вот здесь. Танвин дамма вот здесь. Обратите внимание, что они разные. То есть вот здесь две дамы одинаковые, я вам говорил. Это означает, если вы увидели такую танвин дамму, или вот чуть позже будет вот здесь. Это означает, что нельзя читать башарун. А тут, если вы увидели классическую форму даммы, танвин даммы. То есть классические формы, я имею в виду, что одна дама смотрит вниз, другая смотрит вверх. Тогда вы можете смело читать четко. То есть азабун. Это правило изхар, так как следующая буква это алиф с хамзой. Азабун. Азабун. Алим. Здесь алиф с хамзой и фатха. И фатха произносим как мягкий звук а. Далее сеть буква лям с касрой. И в случае остановки в конце аята, касру мы имеем право тянуть четыре раза. Это будет мадарид. Получается алим. В случае остановки, танвин дамма исчезает, появляется сукун. Алим. Азабун. Алим. Но если вы решили не останавливаться в конце аята, вы касру произносите, тянете только два раза за счет буквы я без огласовок. Буден мадтаби'и. Тут танвин дамма вы читаете скрыто, удерживая через нос. Это будет иклаб, прошу прощения, икфа, так как следующая буква это буква ков. Получается алиму, колю и так далее. Но лучше останавливаться. И последний аят на сегодня. Смотрим, он длинный, да, но здесь есть, что нас выручает, одна остановка. Вот где буква джим. Вот любые значки, которые сверху вы увидите, вы можете останавливаться. Кроме одного знака, когда мы дойдем до него, я вам, иншаллах, покажу и объясню. Пока мы останавливаемся. КОЛУ ТАИРУКУМ МААКУМ АИН ДУККИРТУМ БЕЛ ЭНТУМ КОВОМ МУСРИФУН Аят начинается на букву ков с фатхой, фатха приобретает оттенок о. Фатху тянем два раза за счет алифа без огласовок, это мат таби'и. Получается ка. Далее сайт бука лям с даммой. Дамма приобретает легкий оттенок ю. Дамму тянем два раза за счет буки вау без огласовок, это мат таби'и. КОЛУ. То есть два мат таби'и в одном слове. На алиф не надо обращать внимание, сверху подсказка есть. Далее сайт бука та. Она твердая с фатхой. Теперь, вот та и рукум, это одно слово. В одном слове, здесь вот эта прямая палочка, это говорит о том, что здесь должен быть алиф. Но алиф не написали, а просто подставили подсказку. Теперь в одном слове после алифа стоит хамза, это правило мад муттасил. Поэтому эту фатху надо тянуть четыре раза. Вот волнистый знак говорит о том, что фатху тянем дольше обычного. Обычно, если мы тянем два раза, тут, как я уже сказал, четыре раза тянем, будет мад муттасил. Получается ОЛЮТО ИРУКУМ. Теперь здесь, там где мы видим хамзу, как я уже не раз говорил, просто произносим огласовку. Здесь КАСРУ. ПО-И. Далее сайт бука РОСДАМАЯ РОД читается твердо. ПО-И-РУ. Далее сайт бука КАФМЯХЕС ДАММАЙ. И далее сайт бука МИМ. Но опять, как вот здесь было, две буквы МИМ встретились. Это ИДГАМ МИСЛАЙН. То есть, после КАФ, можно сказать, вот вторую букву МИМ читаем удвоенную. ПО-И-РУКУМ МА-А-КУМ. Теперь, после удвоенной буквы МИМ стоит гортанная буква АЙН. С ФАТХАЙ ФАТХУ произносим как гортанный звук РА. МА-А. МА-А. Далее сайт бука КАФМЯХЕС ДАММАЙ. МА-А-КУ. И буква МИМ с СУКУНОМ. Уже наличие СУКУНА над буквой МИМ говорит о том, что МИМ читаем четко. Это правило из ХАРШАФАУЯТА, так как следующая буква это АЛИВС ХАМЗАЙ. Получается. О-ЛУ-ТО-И-РУ-КУМ МА-А-КУМ. Теперь здесь ФАТХУ произносим как мягкий звук А. Далее здесь опять ХАМЗА. Просто КАСРУ произносим. А-И. А-И. Далее сайт бука НУН СУКУНА НЕТ. Это говорит о том, что нельзя читать букву НУН четко. То есть А-ИН никак не может быть. Смотрим на следующую букву. Это буква ЗАЛЬ МЕЖЗУБНОЯ. Это правило ИХФА. То есть букву НУН читаем скрыто, удерживая через нос. То есть вот так. А-ИН-ЗУКИРТУМ. А-ИН-ЗУКИРТУМ. Здесь буква ЗАЛЬ, она межзубная. Ее надо правильно произносить с ДАММАЙ. ДУ. Далее сайт бука КАФ, она мягкая, удвоенная. ДУКИ. Далее сайт бука РОС СУКУНА. Теперь буква РОС СУКУНА, перед ней КАСРА. РО читается мягко. То есть ЗУКИР. ЗУКИР. Здесь никак нельзя читать ЗУКИР. Это ошибка. ЗУКИРТУМ. Теперь буква ТАС ДАММАЙ. И при остановке букву МИМ я произнос с СУКУНАМ. ЗУКИР ТУМ. Теперь, если вы решили не останавливаться и продолжить, тогда мы видим, что над буквой МИМ не стоит СУКУН. Вот здесь СУКУН стоял, мы букву МИМ читали четко. А тут не стоит СУКУН. Это говорит о том, что если вы решили продолжить, МИМ надо читать скрыто, удерживая через нос. То есть вот так. ЗУКИР ТУМ БАЛЬ АНГТУМ. То есть там, где вы увидели над буквой МИМ СУКУН, МИМ читайте четко. А там, где не увидели, а увидели после буквы МИМ букву БА, букву МИМ надо читать скрыто, удерживая через нос. ЗУКИР ТУМ БАЛЬ АНГТУМ. В таком случае здесь будет уже правило ИХФА ШАФАУЯ. Но лучше останавливаться и прочитать ЗУКИР ТУМ. И после паузы БАЛЬ АНГТУМ и так далее. Теперь буква БАС ФАТХАЙ ЛАМ СУКУНАМ. БАЛЬ. ЛАМ читается мягко. Когда лбуку ЛАМ СУКУНАМ произносим, язык сразу не убираем, чтобы не было БАЛЬ АНГТУМ. Не БАЛЬ, а надо БАЛЬ. БАЛЬ. Здесь ФАТХАЙ ЛАМ произносим как мягкий звук А. Далее стоит буква НУН, но СУКУНАМ нет. Это говорит о том, что НУН нельзя читать четко. Смотрим на следующую букву. Это буква ТА, это правило ИХФА. То есть НУН читаем скрыто, удерживая через нос. То есть вот так. БАЛЬ АНГТУМ. Теперь здесь буква ТА, мягкая язык. И здесь буква МИМ уже СУКУНАМ. Это ИЗХАР, ШАФАУЯ, так как следующая буква, это буква КОФ. То есть МИМ читаем четко. Здесь буква КОФ с ФАТХА, и ФАТХА приобретает оттенок О. Далее стоит буква ВАУ с СУКУНАМ. Далее стоит буква МИМ с ТАНВИНом ДАММА. Но уже ТАНВИН ДАММА не стоит вот в такой форме классической. А две ДАММЫ стоят одинаково, поэтому нельзя читать КОМУН. Смотрим на следующую букву. Это буква МИМ, это получается звук Н, превращается в букву МИМ. Поэтому буква МИМ, она удваивается, ее надо читать, удерживая. Это правило ИДГАМ СУННОЙ. КОМУМ МУСРИФУН. После удвоенной буквы МИМ, сайт БУКА СИН СУКУНАМ. МУС. Далее сайт БУКА РОС КАСРА и РОЧ читается МЯХКА. МУС РИ. МУС РИ. Не надо МУС РИ читать. МУС РИ. Далее сайт БУКА ФАС ДАММА. И в случае остановки в конце аята, ДАММУ тянем 4 раза. Будет МАДАРИД. И получается МУС РИ ФУН. КОМУМ МУС РИ ФУН. Но если вы решили не останавливаться в конце аята, ДАММУ тянете только 2 раза за счет буквы ВАУ БЕЗА ГЛАСОК БУДИН МАТТОБИИ. Тут БУКА НУН с ФАТХАЙ произносит, и ФАТХУ не тянете, и идет и дальше. Получается КОМУМ МУС РИ ФУН. И так далее. Но лучше останавливаться. Надеюсь, что здесь все было понятно, что касается правил. Теперь, как я уже заранее анонсировал, с 13 аята по 19 аят включительно. Каждый аят по 3 раза медленно буду читать, чтобы вы успели за мной повторять, закрепить эту суру. А потом еще раз, просто один раз прочитаю с 13 по 19 аят, иншаллах. А потом еще раз прочитаю с 13 аят. ААТИ. ВАДРИБ ЛАГУМ МЕФЛАН АСХАБАЛЛКОРЯТИ ИЗЖДАЭЭЛМУРСЭЛУНОМ Водриб леум мафален асхаба аль кориети и джаа ал муурса лун Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас один раз с 13 по 19 аят, иншаллах, прочитаю. ПримECтируем Крым, что приехал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Если что-то было непонятно или какие-то у вас вопросы будут спрашивайте в комментариях с удовольствием вам отвечу Спасибо всем за внимание Доброго всем здоровья Подписывайтесь пожалуйста на мой YouTube канал Расскажите пожалуйста про мой YouTube канал своим близким, друзьям, знакомым Всем до новых встреч Доброго всем здоровья еще раз السلام عليكم